Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. У нас будет шесть основных направлений, по которым будут идти конкурсные мероприятия. В Королёве выбрали лучших по профессии работников ЖКХ. Это очень эффективная мера в плане управления. В Люберцах проходит реорганизация учреждений образования. Чего ждать, выясняла Луизия Гезарян. Я на своей семье заметила, что за месяц это прям очень большая куча, очень большие коробки, которые могли бы оказаться просто на свалке. Как каждый из нас может внести свой вклад в экосистему, расскажет Айца Чирагова. Очень хочется показать, что мамочка это не только с детьми, но это еще и активная мамочка. И, конечно же, это про внутренний талант. Про финал конкурса «Мамочка-Люберчаночка» узнаете из сюжета Григория Борванина. А теперь подробнее об этих и других новостях. Итоги минувшей недели и планы на предстоящую. Оперативное совещание с участием руководителей муниципальных и региональных структур прошло в администрации Люберец. Доклады об обстановке на территории городского округа выслушали и мои коллеги. 1720 обращений граждан приняли сотрудники правоохранительных органов на прошлой неделе. По 32 заявлениям возбуждены уголовные дела. Только четыре преступления пока остаются нераскрытыми. Также за прошедшую неделю было 180 ДТП с одним пострадавшим. Личный состав занимается охрана общественного порядка по усиленному варианту. Люберецкие огнеборцы справились на минувшей неделе с тремя пожарами. Все происшествия обошлись без жертв и пострадавших. 24 марта в городской улице полискирован в 17 квартирах 27 и 245 минут поступил сообщение обожаясь в данной квартире. Задание пожаров на электрические вещи. Более 200 единиц спецтехники и полутора тысяч человек были задействованы в работах по содержанию городских и дворовых территорий. За отчетный период собрано около 140 кубических метров мусора. Вывезено 1700 кубометров снега. С 22 по 28 марта сотрудниками управления благоустройства проводилась проверка качества выполнения управляющими организациями своих обязанностей по содержанию. За качеством работ следят и жители городского округа. В администрацию Люберец и на портал Добродел поступило 204 обращения по поводу уборки территорий. В топе тем главные последствия зимы – ямы на дорогах. Владимир Ужицкий поручил держать вопросы, связанные с ремонтом дорожного полотна, на особом контроле. Губернаторскую программу «Чистая вода» обсудили на совещании в администрации городского округа. На встрече с министром жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антоном Велиховским и заместителем председателя правительства Московской области Евгением Хромушиным определили сроки ее реализации в Люберцах. Подробнее в нашем сюжете. Строительство водовода проведут на участке от Томилина через жилищный комплекс «Самолет» до поселка Октябрьский. Его общая протяженность – 7 километров. Сейчас проходит этап проектирования. Завершить работу планируют к концу 2022 года. Смысл – это увеличение подачи в эти городские округа абсолютно чистой, качественной воды, отвечающей всем нормам Санпина. На стоимости воды строительство объекта в Люберцах не скажется. Зато качество станет лучше. Около 40 тысяч жителей округа обеспечат чистой водой. Московская вода, особенно в тех регионах, как мы называем, при МКАДе, она более востребована в связи с тем, что достаточно плотная застройка и водозаборные слои, они уже достаточно исчерпаны. Программа «Чистая вода» в Московской области реализуется с 2014 года. В регионе строят и реконструируют водозаборные узлы, очистные и насосные станции. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Чистый, красивый, обновленный. В округе продолжается кампания по ремонту подъездов в многоквартирных домах. С приходом тепла работы принимают массовый характер. Владимир Ружицкий проверил ход ремонтных работ в доме номер 2 по улице 3-й почтовое отделение. Здесь завершается ремонт в трех подъездах. Рабочие уже покрасили стены и радиаторы отопления. В ближайшее время будут заменены почтовые ящики и электрощитки. Ремонт ведется за счет средств управляющих компаний, а также муниципального и областного бюджета. В этом году в городском округе отремонтируют 230 подъездов. Те планы, что мы перед собой поставили, они будут, естественно, выполнены. Уже на данный момент времени мы 15 подъездов сделали. В работе еще порядка 15-17 подъездов. Плановая работа. Я думаю, что мы к августу, к сентябрю эту работу завершим. Мы постоянно отслеживаем наши социальные сети, обращения жителей. И там, где идут обращения, просьбы по ремонту подъездов или входных групп, то мы, естественно, идем навстречу. В Королеве состоялся ежегодный конкурс среди работников жилищно-коммунального хозяйства лучшей по профессии. В честь городского округа Люберцы отстояли сотрудники ЛГЖТ. Представители управляющей компании привезли с региональных соревнований несколько призовых мест. Наша съемочная группа поддержала участников. Вперед к победе! С таким настроением сотрудники ведущей управляющей компании Люберец приехали на областной конкурс лучшей по профессии. Задача непростая – не изменить традиции и вернуться в городской округ с триумфом. Бессменная площадка для проведения конкурса «Техникум имени Королева». Межрегиональный центр компетенций занимается подготовкой молодых специалистов, рабочих и инженерных профессий. В этом году организаторы проекта решили провести батл между воспитанниками учебного заведения и участниками конкурса. У нас будет шесть основных направлений, по которым будут идти конкурсные мероприятия. Это сварщики, электрики, сантехника и отопление, техники по управлению многоквартирными домами, маляры и плотники. За первые места мы даем оценку квалификации в подарок сотрудникам жилищно-коммунальной сферы. Это уникальное свидетельство, которое находится в Росреестре. Все сотрудники, прошедшие оценку квалификации, получают данное свидетельство на три года. Для каждой категории подготовили отдельные площадки. Задание маляров – сделать фреску на скорость. На выполнение дали ровно час. Сотрудница ЛГЖТ Елена Дроздова участвует в конкурсе уже в третий раз. Справилась не раньше всех, но ее работа аккуратнее. А за этот критерий судьи дают наибольшее количество баллов. Задания, конечно, здесь всегда сложные, но учитывая то, что люди все сюда приезжают с опытом работы, выдвигают как бы первых из первых, доверяет организация. А в соседнем помещении, где соревнуются плотники, супруг Елены Сергей Дроздов, тоже сотрудник ЛГЖТ. Его миссия – смастерить синичник. Задание организаторы выбрали не случайно. Оно приурочено к Международному дню птиц. Здесь операции тоже присутствуют, столярные. Им сначала нужно сделать разметку, просверлить отверстие, зенковку сделать. И скрепить его, все детали между собой. Самое главное – это габариты, высота, длина, ширина. На создание домика для птиц дали полтора часа. Сергей справился быстрее всех. Его результат – 40 минут. Это не особо сложно, не особо просто. Мне кажется, ее нету конкуренции. Просто они чуть медленнее. А я пока быстрее. Вот они доделывают, но я уже сделал. В общей сложности конкурс продлился больше двух часов. Все участники проекта показали свое мастерство и узнали результаты. Семейная пара ЛГЖТ стала победителем в своих направлениях. Елена и Сергей Дроздовых признали лучшими по профессии. Эмоции за край. Мы рады, что наша организация впереди. ЛГЖТ, Люберцы. Чемпион. Коллега, разрешите вас поздравить. Надеялись, надежда всегда здесь. Слезы радости. Электрик Александр Семенов и сантехник Нариман Ильясов завоевали на конкурсе третьи места. А мастер строительных работ Александр Родионов взял серебро. И это еще не все трофеи управляющей компанией ЛГЖТ. Наше предприятие заняло первое место по борьбе с ликвидацией последствий ковида. И также еще нас наградили почетным кубком, также по организации работ по управлению многоквартирными домами в период пандемии. Это большая работа, которую выполнял большой коллектив, который он выполнял с полной отдачей. Приятно получать такие заслуженные награды. Весы с российским сердцем. Чуть больше 30 лет на территории городского округа Люберцы разрабатывают и производят весоизмерительную технику. Продукцию предприятия из Краскова используют отечественные промышленные гиганты, сельхозпредприятия, производители продуктов питания. На предприятии побывали кураторы ЦУР Люберец, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков и глава городского округа Владимир Ружицкий. Знакомство Романа Терешкова с предприятием началось с презентации производства. Первые тензодатчики для электронных весов на этом предприятии выпустили в 1989 году. Сейчас в год здесь выпускают больше 40 тысяч тензодатчиков и 3 тысяч различных весов. Это собственная разработка предприятия. Автоматическая система весового контроля. Ее устанавливают на автомобильных дорогах. Датчики фиксируют вес транспортного средства. Если он превышает допустимое значение, владельцу приходит штраф. Обмануть систему не получится. Она срабатывает, даже если автомобиль едет со скоростью 2 км в час. Специалисты Тенза-М продолжают ее совершенствовать. Сейчас система может зафиксировать вес и на самой минимальной скорости – до 1 км в час. Этого нет ни у одного из российских или зарубежных производителей. Минимальная скорость у всех 5 км в час, поэтому водители ездят практически со скоростью пешехода, и системы не могут их фиксировать. Мы уже фиксируем, но теперь надо завершить сертификацию, чтобы то, что мы фиксируем физически, можно было бы и зафиксировать юридически. От изготовления чувствительных танцодатчиков до непосредственно самих весов. Продукцию, сделанную в Краскове, применяют в сельском хозяйстве, в промышленности и в спорте. Специально к Олимпиаде в Сочи были выпущены весы для взвешивания спортивного инвентаря. И это тоже продемонстрировали министру спорта Московской области. Хочется, чтобы эта продукция получила широкое применение. И во всех субъектах Российской Федерации происходил весовой контроль подвижных составов, для того, чтобы меньше разбивалось и дорожное полотно, и менее денег тратилось на его восстановление. Конечно же, вот здесь та продукция, которая производится, она в помощь дорожникам. Во время визита на предприятие Роман Терешков пообщался с коллективом и ответил на вопросы, после чего вручил сотрудникам предприятия благодарности за пропаганду здорового образа жизни. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Роман Терешков ответил на вопросы молодежного актива городского округа Люберцы. Встреча со студентами и представителями общественных организаций прошла в техникуме имени Гагарина. Все подробности у моей коллеги Луизы Егезарян. Визит в знаменитый техникум, где учился Гагарин, начался с экскурсии. Учебное заведение, как и весь городской округ, богат своей историей. Одна из страниц – создание в его стенах музея 108-го штурмового авиационного полка, который в годы Великой Отечественной войны базировался в Люберцах. Создали ветераны этого полка. Основателями музея являются Каблуков Леонид Яковлевич, Живчиков Анатолий Иванович и почетный гражданин городу Люберцева Вреченко Александр Александрович. Многие годы они собирали по крупинкам, выезжая со студентами в разные регионы. То есть полк легендарный, который принимал участие, что называется, от звонка до звонка. Авиация – не только история, но и деятельность техникума сейчас. Одно из направлений учебного заведения – производство и обслуживание летательной техники. Роману Терешкову показали лабораторию, где юные авиаконструкторы учатся о зампрофессии и участвуют в крупных соревнованиях. Ученица инженерной школы номер 6 Полина Работа делает большие успехи. Она победитель третьего этапа регионального чемпионата молодые профессионалы среди юниоров. Я участвовала по обслуживанию авиационной техники. Я хочу выбрать работу по авиаконструированию. И я считаю, что любой инженер должен вначале опробовать эту профессию руками, а потом уже конструировать. За свои достижения Полина получила из рук министра диплом и медаль. Торжественное собрание прошло в актовом зале Гагаринского техникума. Кроме победителей чемпионата WorldSkills, Роман Терешков наградил спортсменов городского округа, которые в период пандемии посвятили себя добровольческой деятельности. Наши волонтеры зачастую – это наши спортсмены, это наши тренеры, это сотрудники физкультурно-здоровительных комплексов, которые включились с самых первых минут в борьбу с пандемией. В каждой школе в нашей региональной у нас появилась такая специальность – спортивный психолог, который готовит наших спортсменов для того, чтобы достигать самых высоких результатов. Они также открыли, ввели онлайн-прием жителей, всех, кто мог обратиться на портале «Живу спорта», мы тоже делали. Представители молодежи городского округа задали Роману Терешкову вопросы. Они коснулись деятельности министра, его дальнейших планов и, конечно, спорта. Как вы относитесь к шахматам? Шахматы должны быть в образовательной программе школы, 100%, там, хотя бы, как минимум, с первого по пятый класс. Шахматы вас по-другому заставляют мыслить, по-другому заставляют формировать свою мысль. Роман Григорьевич, а вы собираетесь участвовать в пребывательном голосовании сам? У меня была такая идея еще в 2016 году, но в 2016 году я был не готов, потому что еще в спортивной отрасли, в государственном управлении я не знал того, что знаю сейчас. Поэтому сейчас я по себе чувствую, что я готов. Я подам в ближайшее время тоже документы на праймерис «Единой России», буду вместе с своими коллегами, членами партии, сторонниками партии бороться за голоса выборщиков. В конце встречи Роман Терешков написал пожелания студентам и коллективу техникума. В книге почетных гостей, которая ведется с 1961 года, есть запись от самого Юрия Гагарина. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах проходит реорганизация учреждений образования. В этом году уже две школы городского округа присоединились к ближайшим гимназиям. Какие еще изменения произойдут в будущем, рассказала начальник управления образования Виктория Бунтина. Объединение учреждений образования началось в Люберцах еще в 2015 году. За это время в округе создано 32 образовательных комплекса. Реорганизация школ и детских садов проходит двумя способами. Путем присоединения уже существующих объектов друг к другу или строительства новых корпусов. Если бы мы не занимались этой темой с 2015 года, то на сегодняшний день у нас было бы в сети учреждений образования более 150 учреждений. Это огромная сеть, которая с трудом могла бы управляться. На сегодняшний день в Люберецкую сеть входит 88 учреждений, 42 детских сада, 42 школы и 4 объекта дополнительного образования. Реорганизация позволит сократить эту цифру еще на три десятка. Это очень эффективная мера в плане управления. И те детские сады или даже школы, которые имеют малое количество детей или воспитанников, конечно же, с трудом выживают в данных экономических условиях. Мы давно уже живем в условиях нормативно-подушевого финансирования. И если в школе более тысячи человек, то, конечно, построить образовательный процесс и создать условия для педагогов, для достойной заработной платы гораздо легче, нежели в школе, где состав обучающихся или в детском садике воспитанников меньше. Создание образовательных комплексов не влечет никаких последствий для детей. Они по-прежнему будут посещать свои школы или детские сады. Поменяется только номер учреждения и руководящий состав. В фермквартале текущего года мы уже реорганизовали четыре учреждения. Это были школы. Школа 7, гимназия номер 5. Вот они теперь стали единым комплексом. И гимназия 20 взяла к себе школу номер 9. Мы здесь работали чисто по территориальному принципу. Что еще немаловажно, мы присоединяем учреждения наши именно к зеленым школам. Две школы, которые я упомянула, они, к сожалению, были у нас по итогам прошлого года в желтой зоне. И они присоединены к более сильным учреждениям. В ближайшее время такая же участь предстоит школам номер 2 и 19. Их присоединят к восьмой школе. Образовательные учреждения в Томилине, школы номер 14 и 17, объединят с 18-й гимназией. А реорганизация детских садов пройдет в каждом поселке городского округа по территориальному принципу. У Бригантина и Самолётика появились младшие братья. Сразу четыре мини-сада открылись в микрорайоне Зенина. Они расположены на первых этажах многоквартирных домов. Посещать группы по присмотру и уходу смогут дети в возрасте от полутора до двух лет. На открытии мини-садов побывали мы. Первое знакомство с детским садом для этих малышей началось с игры. Так говорят воспитатели, дети быстрее привыкают к новой обстановке и новым людям. Знакомятся с воспитателями и родители. Тому, что их дети теперь будут ходить в детский сад, они обрадовались не меньше своих чад. Сейчас есть такая возможность отдать уже год и восемь месяцев и развивать ребенка. И есть возможность самой как-то развиваться, например, или выходить на работу. Мини-сады практически ничем не отличаются от классических. Те же воспитатели – игровые и развивающие программы. Разве что в каждом саду по одной группе. И в этом есть свое преимущество. Во-первых, это маленькое количество детей. Дети более быстро адаптируются. Эта группа именно по присмотру и уходу, то есть образовательная деятельность в данных группах, она вестись не будет. Игровая, покушали, погуляли, поспали. Мини-сады на базе муниципальных дошкольных учреждений функционируют в рамках пилотного проекта. Субсидия на его реализацию выделена из областного бюджета. В помещениях проведен ремонт, приобретено необходимое оборудование. Посещать четыре мини-сада смогут 80 детей. Спрос и запрос на сады у нас есть. Мест, к сожалению, пока недостаточно, потому что микрорайон растет. И мы, понятно, что сады строим, чуточку, наверное, с опозданием. С их задачей, чтобы каждый ребеночек, полтора годика и старше, кто желает, ходили в детский садик. В микрорайоне Зени на своей очереди в детский сад ждут 784 ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Поэтому в 2021 году в округе откроется еще два детских мини-сада. В канун Международного дня детской книги юным пациентам Московского областного центра охраны материнства и детства привезли подарки. Благодарительный проект «Добрая комната» создала партия «Единая Россия». Подробнее в нашем сюжете. Книги, альбомы для рисования и раскраски. Так отвлечься от уколов и заняться творчеством могут маленькие пациенты. Воспитатель центра Татьяна Чугунова признается, добрая комната нужна не только детям. Это, конечно, прям спасает игровая комната и вот эти все принадлежности для детей. И книжки в палаты мам берут, читают своим деткам и на какую-то процедуру, чтобы отвлечь, чтобы не плакали. Это все очень полезно, вообще нужно. Добрые комнаты открыты в педиатрическом, неврологическом и гастроэнтерологическом отделениях. Сюда с подарками пришли депутаты Московской областной думы и совета депутатов Люберец. Предназначен для того, чтобы дети, которые находятся в стационарном отделении больницы, могли себя немножко развлечь. Мы привезли раскраски, карандаши, фломастеры, чтобы дети могли заниматься творчеством и вне дома. Конечно, детям нужно проводить время. Какие-то есть занятия, которым должны быть по душе. Я со своей стороны, присоединяясь к акции, привез книги православной тематики, детскую Библию, еще жития святых, именно ориентированных на деток для чтения. Плюс к этому, конечно, карандаши, расходники, фломастеры, краски и сами раскрасочки. Результатами творческих занятий педагоги украсили стены комнаты. Картины и подделки – это своего рода арт-терапия для юных пациентов. Не только отвлекает, но и лечит. Мы понимаем, что детям нужно немножко расслабиться. И, кстати, это не просто расслабление и игра. Это в том числе и лечебный процесс. Вот тут великолепная выставка рисунков и подделок. Это дети своими руками делают подделки. Когда смотришь на эти подделки, просто удивляешься, насколько талантливы наши дети. И насколько красиво, умело они это делают. Проект «Добрые комнаты» существует с 2019 года. За это время в благотворительной кампании поучаствовали не только депутаты, но и многие люберецкие общественные организации. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе почтили память люберецких новомучеников, погибших в 30-е и 40-е годы прошлого века. По этому случаю в Храме Преображения Господня прошла архиерейская служба, которую возглавил епископ Петр. На службе побывала наша съемочная группа. На праздничную службу в Храм Преображения Господня жители Люберец начали приходить задолго до начала. Почтание новомучеников и исповедников – один из престольных праздников люберецкого благочиния. Мы ждем Владыка Петра, архиерейской службы. Сегодня наш престольный праздник, люберецкие новомученики. Мы все очень рады. Икона с ликами девяти люберецких священников, погибших во времена гонения на церковь, находятся в Храме недалеко от Хода, а каждый год в марте проходит божественная литургия, посвященная памяти собора люберецких новомучеников и исповедников. В нашем храме Бадюшка Отец Вячеслав на каждой службе на воскресной литургии всегда поминаем мучеников люберецких, всегда молимся о мучениках. В 9 утра надвратные колокола возвестили прихожан о начале архиерейской службы. Ее возглавил викарий московской епархии епископ Луховецкий Петр. Почтить память люберецких новомучеников в Храм Преображения Господня пришли представители Общественной палаты и депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы. Это праздник всех люберчан, всех, кто причастен к городу Люберец. И приезд епископа сюда, на нашу землю, это для всех большой праздник. И депутатский корпус принимает в этом участие, он является частичкой жизни нашего округа. В 2017 году в Люберцах на месте, где раньше находился Преображенский храм, установлена стела с именами новомучеников. По традиции в день памяти к подножью монумента люберчане возлагают цветы. Григорий Вороводин, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Депутат Государственной думы Лидия Антонова провела личный прием жителей городского округа Люберцы. На встрече обсудили вопросы, связанные с благоустройством городских и дворовых территорий. Затронули темы духовно-нравственного воспитания молодежи, а также работы систем здравоохранения и образования. Есть вопросы, которые касаются образовательной стратегии. Эта тема связана с организацией такой доступной помощи тем семьям, в которых растут дети, которые требуют особых условий для образования или просвещения. То есть это дети, которые имеют те или иные показания, и для них необходима помощь благопеда, или психолога, или специализированного врача. Во время визита Лидия Антонова встретилась с волонтерами городского округа Люберцы. К беседе присоединились народные избранники от партии «Единая Россия». Добровольцы рассказали о своей деятельности, а представители власти в свою очередь пообещали помочь в решении организационных вопросов. Те ребята-волонтеры, которые в Люберецком округе, я их просто лично знаю, просто замечательные ребята, мы ими можем гордиться. Очередное пленарное заседание прошло в общественной палате Люберец. На встрече обсудили соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и ДОСАВ, а также торжественно вручили удостоверение 25 членам палаты. Данные удостоверения прописаны в положении о общественной палате. Сегодня ряд коллег получили удостоверение, которыми смогут пользоваться, которые подтверждают их статус членов общественной палаты городского округа Люберца. Мы работаем и так на общественных началах, поэтому бывают такие случаи, когда спрашивают люди, откуда вы, наше слово будет намного весомее, и, соответственно, мы сможем на каком-то, может быть, своем уровне небольшом, какие-то вопросы решать и быть помощниками нашей администрации. 30 марта отмечали День защиты Земли. Посадить дерево или сортировать отходы свой небольшой вклад может внести каждый. Люберчанка Яна Нужда рассказала, как наши привычки помогают сохранить целую планету. Бумага, пластик, стекло. Сортировать отходы несложно. Яна Нужда уже наизусть знает обо всех видах пакетов и помнит, какие можно использовать повторно. Но подготовка к переработке – не единственная экопривычка Люберчанки. К покупкам относятся с такой же ответственностью. Для фруктов вот мешочки. Вместо биоразлагаемых или бумажных пакетов может использовать даже пластиковые. На их производство уходит не так много ресурсов. Яркие термокружки и многоразовые бутылки для воды применять Яна начала не сразу. Года два-три назад, когда я разбирала шкафы, я обнаружила у себя кипу газетных журналов. И она была такая большая и тяжелая, что у меня просто рука не поднялась выбросить ее в мусорку. Семью Яна тоже приучает к экологичному образу жизни. С малых лет сын Ваня уже знает, почему нужно отделять этикетки от бутылок и для чего из упаковок выгоняют воздух. В подъезде семья установила коробку для сбора крышек. Сможешь пересыпать? Или подержишь пакет? Крышки – это особый вид пластика. Его переработка снижает выбросы в воздух. Поэтому вопрос, для чего нужны экопривычки, для Яны давно стал риторическим. Яна в своей семье заметила, что за месяц это прям очень большая куча, очень большие коробки, которые могли бы оказаться просто на свалке. Я думаю, что стоит делать упор именно на то, чтобы перерабатывать то, что мы производим, тот мусор, который мы производим. Использованные отходы, бумагу и крышки Яна сдает на акциях по сбору вторсырья. Экологическое мероприятие в Люберцах проводят каждую третью субботу месяца. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Весна – время генеральной уборки. В апреле в Люберцах пройдет несколько городских и областных субботников. Каждый желающий может внести посильный вклад в благоустройство своих дворов. Мы узнали у жителей, как они относятся к таким мероприятиям и собираются ли участвовать. Я считаю, что должны выходить. Мы вот идем пешком по делам. Ну, страшно смотреть. Просто обидно. Обидно, что мы живем в такой грязи. Честное слово. Да, мы будем участвовать в субботнике. У нас есть своя территория на улице Смирновской. Детская музыкальная школа номер 2. И мы, как правило, как только сходит снег, сразу наводим порядок на своей территории. Ну, я бы с удовольствием ездил, не работал. Ну, я уезжаю на дачу. Вот сейчас я уеду, и все. Там тоже работы хватает. Конечно, можно было здесь, но сейчас еще снегу много. Да, каждый раз участвуем. Все в субботу не знаем, но одну точно выделим. Если будет возможность, конечно, да. Надо это делать, чтобы город-то был чистый. Потому что мне на иной раз даже неудобно, когда говорят, ой, Люберцы, такой грязный город. Так вот, чтобы не был грязным, нужно как раз его чистить. Правильно? И не мусорить. Теплая погода вызвала обильная танье снега, из-за чего тротуары и дворы превратились в полномодные реки и озера. Пешеходы вынуждены идти по лужам или искать пути обхода. Тему продолжит Григорий Ворванин. Вот такая вот здесь узенькая полоска, вот эта, которую я могла перешагнуть. Потом, когда я уже возвращалась, стала вот такая. Таких фотографий и видеозаписей с лужи у подъезда в телефоне Лидии Королёвой много. Жительница дома 306 на Октябрьском проспекте фотографирует их регулярно. Весной после таяния снега, летом и осенью после дождей двор больше похож на реку. Обойти её пожилая женщина может с трудом. И вот это море разливалось. И это всё я отправляла в исполком. Вот это вот с той стороны я снимала. Откачкой воды из дворов занимаются специалисты Люберецкого водоканала. Для этого создано 4 бригады. На минувшей неделе с помощью установок откачали 7 тысяч кубометров воды. Если из двора выйти всё же получается, то на пути встречается очередная водная преграда. Тротуары вдоль Октябрьского проспекта весной превращаются в венецианские каналы, которые не преодолеть без резиновых сапог. В администрации пояснили, проблема с подтоплением тротуаров решается. В прошлом году проводили снятие грунта. Также по весне сейчас всё это дело засеем травой. И также уровень грунта сделаем ниже, чем уровень дороги. Тем самым мы уйдём от того, чтобы тропинку подтопляла. Специалисты продолжат убирать снег и лёд с тротуаров. Очистят и дренажные колодцы. Все работы планируют завершить в течение двух недель. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе продолжаются рейды по снижению травматизма и смертности на железной дороге. Сотрудники административно-пассажирской инспекции проверяют не только несанкционированные переходы, но и те, которые оборудованы по всем правилам. Утренний час пик – участок между железнодорожными станциями Люберцы и Панки. Поезда проходят каждые 5-7 минут, пешеходы торопятся на работу. По ту сторону путей много промышленных предприятий. Переход в этом месте оборудованный светофором и звуковыми сигналами, но мало кто обращает на них внимание. Люди идут на свой страх и риск, иногда не замечая поезда. Ну как страшно, вот я шел с той стороны, например, да, там по той двум веткам идут в ту сторону, в сторону области. Ну посмотрел, вроде нету ничего. Перехожу, он молча прям ни звука не подавался, ну проскочил. То есть некоторые машинисты даже сигнал не подают. Это страшно, когда первый раз, а так уже привыкаешь, знаешь, а если опасность есть, ты к ней готов, как говорится, ты же смотришь вправо-влево. Местных жителей не пугает даже то, что на прошлой неделе на этом переходе погиб молодой человек. Шел в наушниках и капюшоне на красный свет и не заметил приближающийся поезд. Такая обеспеченность пешеходов – одна из основных причин смертельных случаев на железной дороге. Хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы, переходя железные пути, были внимательны, обращали внимание на звуковые, световые звукосигнализации, снимали наушники, свое внимание от гаджетов отвлекали на железную дорогу. С начала этого года в Люберецком округе погибло пять человек. Поэтому совместные рейды сотрудников полиции и административно-пассажирской инспекции продолжатся. Ирина Попова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Завершился конкурс «Мамочка-люберчаночка-2021». В этом году в нем участвовали 25 жительниц городского округа. В финале девушки поразили зрителей и жюри не только красотой, но и вокальными и танцевальными данными. Подробности далее. Позади два месяца репетиций, тренировок, экскурсий и защиты социальных проектов. Впереди последнее испытание – финал. Одна из 25 претенденток на корону – Евгения Чучина. Мать троих детей нашла время, чтобы поучаствовать в конкурсе. Это очень приятное, очень приятное волнение. На самом деле это стоило ради того, чтобы вот так ощущение, что это как во сне происходит, знаете. Очень хочется показать, что мамочка – это не только с детьми, но это еще и активная мамочка. И, конечно же, это про внутренний талант. Соперницы лишь формально. На самом деле лучшие подруги. За время подготовки к финалу участницы успели подружиться. Даже несмотря на то, что победит только одна из них. Все девушки достойные, все прекрасные. Поэтому конкуренция очень большая и достойная. Будем радоваться за каждую девушку, за каждую абсолютно. Полностью раскрыть свой талант участницы смогли во время показа визитных карточек. Это были театрализованные, костюмированные представления. При этом каждая постаралась удивить жюри и зрителей. Помогала поддержка близких. В самый ответственный момент они были рядом. Поддержка и любовь для дорогих людей. Спасибо, говорю, за все, что так люблю. В этом году конкурсу «Мамочка-люберчаночка» исполнилось пять лет. Организаторы признаются, когда задумывали его проведение, даже подумать не могли, что он достигнет такого размаха. Не перестают удивлять и сами участницы. Они к нам цветочками попадают, а мы просто водичкой полили, они прям раскрываются. Для меня, на самом деле, это очень важно понимать, что мы жизнь мам нашего округа делаем ярче, насыщеннее, интереснее. Финал длился больше двух часов. После подсчета оценок жюри назвало имя победительницы. Обладательницей главного титула «Мамочка-люберчаночка-2021» стала Оливтина Колесникова. Второе место у Евгении Чучиной. Бронза у Марии Шашковой. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. В Люберцах завершился окружной турнир по художественной гимнастике «Спринг Кап». В нем приняли участие 170 юных спортсменок из Люберец, Балашихи, Королева, Москвы. Григорий Ворванин продолжит. Для Анастасии Сазоновой это не первое соревнование. Программа выступления отработана до мелочей. Порой могут подвести эмоции. Во время упражнений с булавами не смогла побороть волнение, и некоторые элементы ей не удались. В этом спортсменка винит только себя. «Если ты наработалась, ты знаешь, как делать, ты думаешь башкой, как нам тренер говорит, тогда все получается, и ничего сложного нет. А когда расслабляешься, вот как я, бывает такое, что из рук просто вываливается». Валерия Карпова – восходящая звезда художественной гимнастики. На этом турнире в своей возрастной группе заняла второе место. Результатом довольна, хотя, признается, могла выступить и лучше. В будущем спортсменка хочет стать тренером, но до этого нужно осуществить одну заветную мечту. «Поехать на высокие соревнования, выступать на России, занимать высокие места». Призер международных турниров Алена Федотова выступает по программе «Мастеров спорта». Говорит, по организации Люберецкий турнир не уступает мировым первенствам. «Мне всегда нравился этот зал. Здесь очень высокие потолки, красиво организовано все. Мне нравится здесь все. Красивый турнир». Турнир проходил два дня. Победители определяли по результатам индивидуальных выступлений. Судьи оценивали артистизм, трудность и технику исполнения элементов с булавами, мечом и лентой. Больше всего наград завоевали люберецкие гимнастки. Медали победителям и призерам вручил глава городского округа Владимир Ружицкий. Девчонкам желаю искренне и побед, побед новых, спортивных, побед по жизни. Радуйтесь за себя, за своих близких, радуйтесь своих близких. А мы будем вами гордиться, потому что Люберцы – это спортивная территория, территория спорта. Победители турнира представят городской округ на первенстве Московской области по художественной гимнастике. Соревнования пройдут в апреле в ступени. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Чемпионат Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин состоялся в округе. В состязании участвовали 150 спортсменов из 14 подмосковных муниципалитетов. Спортивная магнезия, атлетический пояс и штанга – основные атрибуты Альбины Хайбулиной. Сегодня она соревнуется в весовой категории до 55 килограммов. Позади три попытки, и результаты спортсменки и ее тренеру уже понятны. Немного нервно, особенно на последних двух. А так, по силам нормально. Было всего три попытки. Первые две удачные, последние, к сожалению, нет. Волнение переполняют не только Альбину. Этими отличается женская тяжелая атлетика от мужской. Женщины никогда не сдерживают эмоций. Поддержать участниц чемпионата приехали и известные российские спортсмены. Что очень важно, опять же, тренера говорят, это очень много драйва и эмоций тяжелая атлетика дает. Все это находит в воплощении именно и у девочек, когда они выступают. Вы же посмотрите, у ребят нет таких эмоций. Девчонки радуются, визжат с восторгом. Люберецкие тяжелоатлеты завоевали девять медалей. Из них три золотые, две серебряные и четыре бронзовые. Мужчины в командной борьбе получили первое место. Победители в июне этого года поедут на чемпионат России. Соревнования состоятся в Хантамансийске. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Жительница Люберец Лидия Соколова стала серебряным призером на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет. Для воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва это уже не первая крупная победа. О своих успехах девушка рассказала моим коллегам. Перепробовала и баскетбол, и легкую атлетику. То есть как бы нигде особо долго не задержалась, но понравилась, начала сюда ходить и как бы уходить не захотелось. Да и вряд ли уже захочется. Тяжелая атлетика для Лидии Соколова это не просто увлечение и способ поддержки хорошей физической формы. С этим видом спорта девушка планирует связать дальнейшую жизнь. Ученица 10 класса хочет поступить в Малаховскую академию физической культуры, а потом работать с тренером. Азы этой профессии Лидия осваивает уже сейчас. Готовит к спортивным победам младшую сестру. Раз, два, три, четыре, пять. Молодец. Рывок 82 килограмма, толчок 102. Этот результат принес ей серебряную медаль. На первенстве России, которое прошло в Старом Осколе, Лидия в очередной раз подтвердила статус одной из самых сильных девушек в нашей стране. В копилке достижений, второе место чемпионата Европы среди юниоров до 15 лет, а также рекорд Московской области среди тяжелых атлетов до 18 лет. Следующая цель – попасть на чемпионат мира. В лучшем случае занять там первое место или как минимум в призер, в тройку попасть. К этому юную спортсменку готовит бессменный тренер Кирилл Завадский. Но перед тем, как бороться за звание чемпиона мира, предстоит еще немало испытаний. Вот сейчас прошло первое место страны. Тренерский штаб сборной команды отобрал, по-моему, 24 сильнейших, но это по двум возрастам 15-17 лет. И мы попали в этот расширенный состав. Затем сейчас в июле месяце, в конце июня начнутся сборы по подготовке. Удачное выступление на сборах станет путевкой на первенство Европы. И, возможно, мечта покорить штангу на чемпионате мира станет на шаг ближе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова